сейчас я сниму свои подарочки значит тут целая куча молода тут еще вот такой огромный-огромный страшный playstation дорогущий на зачем не знаю мне его не нужно я просто это с вами никто не спрашивал так но это не важно так теперь тут у нас всякие разные подарки разные подарки всем подарочкам всем рождества желаю всего хорошего настроения мирного неба еще кое-что покажу подарили два матраса до мушки тот тебе матрасы я бы что я на них спать буду это что подарок что на матраса будем же вместе добрый день мои дорогие добрый день и хорошие сегодня третий день рождества все с последним днем но все равно с рождеством поздравляю я сегодня решила сделать видос потому что мне эти два дня ничего не хотелось я только ела и отлеживалась не хотелось ничего снимать но я вам зато показала свой пустой холодильник и какие-то там покупки да не знаете на меня так нашло да что-то такое находит я чё там это думаю я даже не подумала просто так взяла и выставила потому что это времени вообще никаких нет не думаю ладно не занимает взял да и все вот но сейчас я сделаю видосик что нам подарили и у меня еще есть до этого были покупки еще от хаун м но сюда все не влезет в общем посмотрим я сейчас подумала я покажу сначала подарочки там кое-какие все уже куда-то растащили вчера это позавчера поэтому что нашла сейчас наскребла да вот всем кофейку чайку приятного вечера дня утра и вкушаем еще последние дни рождества а потом а потом а потом опять все обыденно да потом новый год мы его особо не справляем у нас такого ничего нет мы уже так привыкли да то есть ничего да поздравили всех и спать пошли ну может еще ракеты запустим так теперь вот что у нас было что у нас что у нас было да так подарков у меня вообще-то немного но я сейчас вам покажу у меня кстати открытка есть открыточки есть от дочь там а цена так ладно смешные такие открытки что тут было первым делом я вам покажу брючки 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 вот такие вот там спальни и хорошие да такие прямо прелестные сиреневые да брючки брючки такие хорошие удобные спать в них можно хорошо хорошие фланелевые да они в ростом они есть да вот тут резиночка такая хорошенькая очень 1499 по моему я не знаю не смотрела на тогда где-то что-то у нас все цены всегда все сценами знаете почему если не подойдет можно сдать и поменять так в общем это размер mk ну прелесть так мне нравится цвет мне нравится вообще все брюки классные спать там у кого есть такая мальчик у меня сиреневая серая есть сиреневая белая еще в хаун м вальде покупал такие сиреневую белую так аминке так понравились эти две футболки на счету бачку купила клею пришла вас с рождеством поздравлять клею сейчас меня будет прессовать туда я вам ничего не покажу сегодня кстати я этот полувер надела сегодня чтобы это самое тоже немножко настроение всем было и мне тоже все валится все что сюда положу уже валится киса пришла в общем еще немножко настроение да всем мы мы давать не а знаете у митки что-то началось это самое она вся таки измучилась мы это первый день вообще в 14 часов только домой и поэтому подарки даже не успели сделали вчера попозже муж хорошо хоть готовил так все съели и належали чтобы через себя прикинь я тоже запрети да надо давай кекс свечки у нас все обгорели загорели но я сейчас его нужно все все прямо об уже поплыли так пошла посвечу ну все клею сиди там не мешается штанишки я вам показала да все все на пол повалилась так теперь ой подняться надо тут такой биби биби у нас этот самый софт шауа крем ну кстати к этим штанам было к этим штанам да такое все хорошее мне кажется это самое у них очень хороший запах у биби такой такой прекрасный запах шок клею хочешь нюхай на на нюхай розы все еще стоят я прям не знаю даже не портится за 1 евро стоят 100 лет вот прямо счет тут лежит буду так и показывать а вот у меня еще есть такая новая для моего телефона это самое аминка мне купила не знаю где она в теги купила но она знает что я люблю пластиковые знаете почему то что пластиковый из руки не выпадает у меня такой зеленый сейчас есть да от хаун м такой антистресс с этими штучками теперь будет такой телефон не знаю где лежит честно говоря вот такая штука не знаю сколько стоят я думаю она наверно может она в хаун м купила не знаю в общем я такую получила нет не так хотелось я знаете смотрю но у меня нету вот этого мне на что подходила да мне нравилась такая красивая пушистенькая такая как из меха из тэдди мой такую хотела там не подходит хаун м есть ну ладно так это моё теперь сейчас пороемся да сейчас пороемся тут чашка у нас чашка от марио да ну сыну да подарил камин к нам на на тэди купила она туда только бежит супер марио так это это убираем это не туда тут у нас есть мы тоже джинсы в общем вот такие джинсы да но это джинсы девушки это черный джинсы это тоже там подарили так теперь тут у нас есть носки носки вот такие от лотто да три пары 46 размер тут у нас что тут у нас есть шарфик шарфики шапка такая да уже не распакована шапка и шарф в общем это это самое шапка и шарф кстати из альди как я тут полу оберем да это я сыну подарила он даже он даже не знает что это он у меня такой натур больше натур больше вот такая вот такая шапочка зеленая но зеленый цвет он любит а муж тоже любит зеленый зеленый шарфик зеленая шапка сына сына все черное все носит черный сейчас было холодно и он так шаль очень даже понашу но не такой хомут есть и шаль красный есть такой в общем это сюда так теперь тут все для киски вот киски подарили вот такую штучку дыр 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 она прям с ней играет вчера и сегодня да еще одну и еще одну вот такой ой господи меня все знаете у меня все тут залипло киса такая все все это весь пакет разодрала пока достала ну ей так прямо это нравится и той она уже не знает что ей нравится но я боюсь она опять все перья сожрет это она делает ей ничего нельзя дарить мышку подаришь она ее съест поэтому я уже не покупаю всяких мышек она не все там знаете там это самое боишься уже все подавится чуть-чуть что в поезд искусственно но такое вот да сейчас она убежала уже то бы сейчас играла играет как сумасшедшая так и еще я киски подарила вот такую вот ну вот спальное место да там такая подушка она вынимается в лиловом есть сером это вальди мне в ты в теди нравились очень даже но в теди розовая у меня кошки то умерли у нас была такая розовая после этого я все что у них было все выбросила хотя это было новое таком есть розовое и внутри теди очень красиво такого типа они мне это любили поэтому я выкинула и я в теди не хотела там все еще такой же поэтому я не хотела покупать там вот он напоминает да знаете а теперь нашла такую очень классно и вот так вот она вот так вот высоко делается и можно так вот высоко сделать и кошки же любят как картон да можно и так загнуть и туда этот матрасик подушка подушечка повзял и все и засуну стоит девушки 999 очень хорошо сам как это вот ткань бархат бархат велюр вот очень классно киска эту кодовольная но ей больше всего конечно пакеты нравится так теперь а вот этой штуки она прям радует чтоб играть а то сейчас покажу потом на такие вот кроссы пила дам подарила в общем такие да вот такого стиля кроссы и чё они стоили я не знаю они стоили 84 99 девушки и их уценили на 50 процентов я ж такая хитра я хитра она без уценки ничего не купит так все это я теперь он такой даже да да и смотреть не будет она без уценки ничего не купить на на уцененные ну они классные чё так ну это за 40 чем-то да за 40 чем-то это же чё это же дорого так для меня потом чё еще подрел подарили чё еще купили так это еще не все я еще покажу чем не подарили а и а потом покажу в конце вагонце 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 потом вот такой пуловер девушки такой пуловер пуловер вот такой вот весь в косичках весь такой красивый вот такой красивущий пуловер получил и он девушке от эрстингс фэмили да 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 верстингс фэмили вот такие обалденные пловер я я вот такой пловер хотела в хаун м с кофами прошлым году и в этом году каждый раз когда его хотела хотел чтобы его оценили и мне не досталось а моя подруга купила и вы представляете какой он классный он такой пушистик пушистик Это размер Элка. Вот так вот. Ну, красота. Красота неземная, мне нравится. Я такие люблю с косами. И главное, верстинг. Вообще, верстингские очень интересные вещи. Раньше не было, а сейчас прям есть, да? Вот. Очень никому задавать не будем. Прям хороший. Так, мужу я подарила свой любимый Кэмп Дэвид. Вот такой, да? Кэмп Дэвид. Он такой любит, да? Эту Марку он прям любит. Диктор Боулин. Я ему куртку купила. Как увидела, я вообще туда забрела только из-за него, да? С сыном главное. И в 5 минут я ее купила. В 5 минут. Потому что он любит зеленый цвет. И в этот день у него он еще и куртку не купил. И знаете, зеленый цвет он любит. Кэмп Дэвид он любит. И это XXL. XXL это ему нравится. Я думаю, все, он в нее влюбится. Короче, я ему куртку купила, и он правда, наверное, понравился. Так. Против этого он ничего не имеет. Ну, вот такая, да? Вот такая. И тут вот такое. Вот у меня муж прям такой все любит, да? Я не знаю. Сын такой не любит, а муж любит. Стоила она 279 евро. И я ее, конечно, убью. Вышел, блин. Я все это оторвала, да? Уже. Стоила она 99. Если что, кто такой любит, это сейчас дешево. 99,90, да? Ну, классно же. Ну, чего? Я так шепотом. Вот. Он так обрадовался, да? Ему это нравится. Так, все. Да. Scotland, тут Land of Legend. И тут вот так вот. И вот тут всяк. Вот. И она мягкая, в общем. Мягкая-примягкая. Он любит зеленый цвет. У него зеленые глаза. У маминки тоже зеленые глаза. Все-таки зеленоглазые. У него блондинные стыг волосы. Рыжая борода. Так. Борода уже нет. Борода есть, но она уже седает. Уже седает. Так. Пошли дальше, да? Это ему. Я же ему говорила, что ему нужно, и он все не покупает сам. Я увидела, и думаю, это момент, да? Это момент. Это ему точно. Это вот его. Так. Теперь. Что еще? А, да. Все. Не все. Да еще чуть-чуть. Шарах. Что-то упало. А, вот. Вот такие классные висички, девушки. Ну, это вообще такая прелесть, да? Ну, гляньте. Ну, это что такое? Это есть вальди. Я так обалдела. Надо открыть, да? И я это купила, знаете, для чего? Это вот на работу хлеб возить. Ну, там взять. И Аминке нравится, и мне нравится. Ну, гляньте, что. Это такие корейские зайцы. Сейчас, подождите, подождите. Пидуждите. Зайцы, мишки. Это такие сумочки, да? А вы их так открываете. В них можно еду положить, завтрак вот так положить и заклеить вот так. И помыть. Вот каждому по одной, да? Два зайца. Зайс, зайс, зайс. Зайс, зайс, зайс. Кис-киска, киска прошла. Ну, это такая милота, да? Ну, гляньте, что. И тут еще вот дырочки там. Ну, как просвечивает что-то. Не знаю, зачем это у него там. Не, оно не просвечивает. Ну, ну. А, ну, просто так. Ну, посмотрите. Ну, милота, да? Два зайца, короче. Каждому по зайцу. Два тигра. Ой, это есть сейчас новая вальди. Девушки, кому надо, у кого дети. Даже и взрослые. Вот я, например, я люблю такое. Я себе туда хлебушек положу, и я прямо радуюсь. У меня, кстати, бродбюкс от Штеанталя есть, да? Такая детская. Там розовая такая. Там грибовочек, там ежик. Я-то люблю. Мне все, что мне настроение нравится. Я человек несерьезный, да? Понимаете? Я радуюсь, как ребенок. И Аминке тоже это нравится. Я знаю, в общем. Я ей подарила, но половину я себе возьму. Я такая хитрая. Я себе половину возьму. Но все равно это на кухне, понимаете? Мы эти бродбюксы берем. В общем, это классно. Кому нравится, можете купить. Зюсь. Зюсь. Так. Ну, потом вот такое, да? Всякое такое. Вот душ даст. Да, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Тут всякие такие жилет-милет. Ну, вы знаете, такое типичное. Носки. Там всю кучу вам не буду показывать, да? Всякие носки, моски. Носки, моски. Че у них нет? Так. Еще чего? Я не знаю, где что лежит. Я сейчас посмотрю еще. Так. Мое я вам еще не показала. Что-то у меня еще есть такое. Ой. Что-то все падает, да? Бум-бум. Все падает. Девушка касается. А, мне Амелька подарила такую чашку. На ней мама написана. Тут написано. Мама, субстантив, шенгт, ира фамилия, беденгслоза. Дарит любовь. Мама дарит любовь безграничную. Ну, безответную. Фрауди эмотаспеста фиа кинда зиит. Зэс фэн дизо овцу ванзин трайвен. Женщина, которая в своих детях все только хорошее видит, даже если они с ума сходят. Это как и там. Ну, там все такое. Вайблищий персон, женская персона, которая работу с 20 успевает людей и за это что-нибудь получать. Ну, да. Синоним. Фамилия менеджер, семейный менеджер. Я не менеджер. Я вообще никакой. Мастер Кюхин. Я вообще это. Мастер, повар. Я вообще не повар, да? Муж-повар. Организационный сталент. Я вообще никакой не организационный сталент. В общем, я ничего не умею организовывать. Я вообще живу, знаете, вот в моменте, да? Живу и все. Несерьезно так. Но все равно, да? А папе такую чашку. Папа, да? Вот. Ну, это она в Тедди, наверное, купила. Потому что я помню, в Тедди такой был. Такой супергейль. Беста фронта. Персон, которая у детей за все любит. Субстантив маскулин. Папа, да? Ямод, который, на который можно всегда положиться. Бешитца и мудмаха. И на все. В любых жизненных ситуациях. Ну, защитник и делает смелым. Дает смелости в любых жизненных ситуациях. Все. Перевела вот такое, да? Ну, там дети, да, знаете, вот такие вот хоббит, моббит. Там я вообще-то, знаете, я отказывать не хочу. Тут вообще хоббитов навалом, да? Они такое любят, да? Еще такая зеленая большая. Вот такое вот. Что-то вот такое с глазом, да? Вот такое гердопина вообще. Это не мандро. Ой, там книги выпали, короче. Что? Еще аминьки я подарила. Вот такое, да? Это от Хаун Эм. Вот такая штука. От Блэк Пинк. Знаете, она сейчас все это Блэк Пинк обожает, да? И это все корейская группа, да? Вот такой вот. Последнюю отхватила, короче. Тишерт она себе купила же и сумочку розовую, да? И вот такой рукав. Хаун Эм. Они прям все по корейцам с ума сходят. И вот она так обрадовалась. Так, теперь. Тут это стоит 24,99 девушки. Это все новое, потому что неоцененное. Ну, вот такое. Блэк Пинк. Это аминьочки. Так. Теперь аминька мне подарила вот эту сумку. Анбоксинг, анбоксинг, девушки, анбоксинг. И самое интересное, я ее хотела купить. Я ее хотела купить в магазине-то. Стою из этой самой, с продавщицей-то, это со мной. И мне хочется и то, и все, и пятое, и десятое. И мне хочется этот синий свитшот, который я в примерке показывала, да? И я говорю, я не знаю это самое. Я, наверное, возьму эту сумку. Но хотя у меня есть. В прошлом году я же себе купила такую теги белую, бежевую такую молочную сумку. Я говорю, у меня ведь есть. А что, говорит, я ее куплю-то только из-за этой самой, ну, из-за, из-за этой пряжки, да? Прямо, говорю, не знаю, что делать. Причится, говорит, да не бери ее тогда, раз у тебя есть. Ты, говорит, у тебя же есть, да, правильно, в общем. Она говорит, да не бери ее, зачем она тебе нужна? Вот, кстати, у нее вот такая коротенькая ручечка. Раз у тебя уже есть. Я говорю, ну так, она нравилась. И мы с подругой все, ой, вот это нравится, это нам нравится. У подруги есть гучи-мучи сумки, ей все равно это нравится. А у меня нет гучи-мучи, то есть я, у нее подруга, у подруги сестра живет в Америке. Она туда ездит и покупает, привозит себе дешевле. Или сестра, а у меня это все нет. Да и мне и зачем гучи-мучи, я не любитель, да? В общем, и все равно она это тоже хотела. И, значит, это самое. И я ее так и не взяла. Я взяла, она говорит, нет, бери вот этот синий, потому что он последний, у меня, говорит, он тоже есть. Внизу стоят девчонки две сзади. Говорит, так вы хотите синий свитшот или нет? Я говорю, хочу. Хотела сумку, да? Я говорю, ну у меня по бюджету уже продавщица вообще никак не входит. Она говорит, не надо тебе ее. Она мне ее забрала и говорит, не надо. Я, говорит, ее отнесу, бери синий фуловер. Я взяла синий фуловер, этот свитшот, да? И, значит, это, и знаете что? И мне Алинка ее подарила. Ну вот, знаете, вот чего хочешь, того получаешь, да? Все равно она классная. Я думала, девушки, что у нее длинная ручка. До сегодняшнего дня была убеждена. Вот сейчас я уже заглядела, она как-то короткая. А тоже классная. И самое интересное, ее можно, ее можно удлинить. То есть я сейчас ее укоротила, да? Я ее на последнюю сделала. В общем, так оно решилось, но все равно я говорю, Алинка, ну сумка ко мне опять пришла. Вот у нее последняя есть. То есть еще даже подлиннее можно сделать. Я думала, у нее ручка длинная. Я думала, так будет интересно, если ее... Ну так-то сейчас модно, да? Так, я думала, интересно будет вот так тоже носить. Вот так тоже классно. Ну очень классная. Обожаю. И все, девушки, анбоксинг, анбоксинг. Вот такая. Тут у нее такой кунцледо, искусственная кожа. Тут мех, мешок, да? Тут это самое, кармашек такой. И все. Ну такая прелесть, девушки, ну зимой. Меховая сумка. У меня, знаете, у меня лет 20... Нет, 2000. У меня сколько лет меховые сумки? Вот мне жалко те меховые сумки, которые у меня были в 90-х годах. Сейчас они опять в моде. Такие, знаете, как дубленка. Вот такие же, вот такие с дубленочкой, там, с мехом, замша, пряжка. Вот так вот, да, носить тоже. У меня такие были очень много. Разные. Я все повыкидывала. Ну, в общем, я все эти годы носила меховые сумки всегда. У меня есть старые еще. Но многие я уже повыбрасывала. И просто это со мной. Всегда есть зимой меховые сумки. Это пасека, да? А сейчас вот такой, да? Очень классный. Короче, мне некое подарило. Я очень рада. Ну, мне еще кое-какую сумку подарили. Оказывается, мне еще две сумки подарили. Так, еще. В этот раз у меня нет дорогих сумок. Года два назад у меня были дорогие сумки. Сейчас нет. И я тем более те дорогие не ношу, да? Вот каждый раз, когда у меня держит день, что подарит такое. Я это не ношу. Не знаю. Я люблю такие больше. Не знаю, почему они вот так и лежат. Ну, несколько раз носила. Аминка тоже несколько раз их даже носила. Потому что я, вначале, думаю, интересно. Но тоже никто не носит. Ни я, ни она. Так. И я каждый раз себе, знаете, так говорю. Я ее сейчас возьму, да? Я ее сейчас возьму. Я, значит, по один-двае подеваю. Потом раз и беру актуальную. Все. У меня вот так. То есть, вот эта сумочка. Сейчас они актуальны тоже, да? И есть такая в пинк. Мне тоже очень понравилась пинк. Ну, черная. Она, конечно, ко всему подойдет. И у нее очень такая красивая ручечка. Такая, знаете, тут у нас замотчик. Замотчик такой. Вот тут ничего нет. Просто так. Тоже анбоксинг, да? Тут раз вошлось. И просто кармашек. Замотчик. И мне нравится у нее такая форма. И я даже не знала, что мне ее подарит. Я очень рада, что мы все из Ленинграда. Потому что она мне тоже понравилась. Коту-то мои мысли прочитала. Коту-то. Мне очень нравится форма. Выглядит она так? Живот. Я так наела живот. Боже мой, боже мой. Живот втянули, да? Я все съела. Я все съела. Я съела картофельный салат. Первый день. С котлетами. И ничего. Я все это все хорошо переживала. Переживала. Переверила. Переживала. Но утро, значит, я так оборзела. Я ем картофельный салат один раз в год, девушки. Это только в Рождество. И, значит, это самое. Так оборзела, что пошла в холодильник. И с утра еще навернула салат. Потом мне было плохо. В общем. Потом я долго ничего не ела. Но потом было все хорошо. Я вечером съела даже утку. Ничего не было. Вообще было обалденно. Олл так все вкусно сделал. Ну, знаете, что? Я, короче, вчера до ночи ничего не спала. Вообще не спала. Смотрю на время. Оказывается, уже час. Я пришла на кухню еще. Я взяла себе мандаринку. И съела мандаринку. Потом посмотрела на время. И лежу. Оказывается, час ночи. Я думаю, ешкин кот. Я съела мандаринку в час ночи. Такого у меня еще в жизни не было. Тем более у меня такой желудок. Когда я думаю, что это будет теперь, если я мандаринку-то съела. Ничего не было. Я спать впервые в три часа ночи легла. Что-то я все время, в последнее время, хорошо спала. Одно время я просыпалась, я вам рассказывала. Потом я хорошо спала. Все хорошо было. А сегодня вообще в три только заснула. После трех. Мандаринка вся переварилась. Сегодня проснулась такая отдохнувшая. И он мне сделал бегл. Потому что вчера после завтрака, после этого салата, все что-то ели бегл. Он всем сделал. И мне принес бегл. И я говорю, я его не хочу. В спальне я была. На плоджете. Я говорю, не хочу я бегл. У меня плохо. То что, какой бегл-то? А они все бегали съели. И только один остался, который я купила. И он мне сегодня утром его сделал. Я его съела. Все было хорошо. Так. Видите как? Если с любовью кто-то что-то сделал, то оно идет. А если ты от жадости еще картофельного салата с утра навернешь, то не всегда хорошо. Тем более с моим желудком. Так. Теперь. Рассказала всю ерунду. Что вам не надо? Все послушали. В общем, сумка классная. Я так рада. Я так рада. Я не ожидала. Я не ожидала. Главное, я это в магазине же в прошлый раз тоже на нее заглядывалась. Мне оно так нравится. Мне так оно нравится. Я так люблю свою сумку от PISES. Такая же с крокодилом. Она стоила 45. Я ее купила знаете сколько? За 9 евро. В магазине. 45-90. Что-то 49-90. Что-то она такой стоила от PISES была сумка. Я ее купила за 9,90. Так обалдела. Она на витрине села на купле. Я говорю, смотри, ее оценили быстро-быстро-быстро. Схватила ее тогда. И вот я ее до сих пор люблю. Но знаете, она такая немножко под Dior, да, как седло. А вот. А теперь это. Мне нравится очень форма. И вот то, что она под крокодилы, это очень классно. Потому что у нее вид такой не совсем дешевый. Не совсем дешевый. У этой тоже вид не совсем дешевый. Потому что меховые сумки никогда не выглядят дешевыми. Тем более тут еще такое. Такой Gucci Mucci. Ой, нет, Chanel Mane. Че врут, да? Одно за другим. В общем, я заговорилась. Две сумки. Рада я. Что я рада? Что я рада? Так, теперь. Еще что-то было. Все тут по накидам. Что-то еще было. Что-то было. А, вот. А, ну еще были пуловеры там всякие, да. Я их вам покажу. Вот такие вот. Ну, там мужчинам, там сыну. Там вот такие пуловеры были. Вот такие, да. Вот такие разные пуловеры, короче. Две штуки. Каждому по одному. Там каждому по джинсам. Там каждому по носкам. Это никого не интересует. Так, теперь. Мне подарили вот такое вот. Вот такое вот что-то. Я еще не открывала, потому что некогда мне было. Дуглас. Что-то такое. Тут надо замок тут не открыть, потому что его надо, он зацеплен. Это, наверное, что-то, чтобы помыться. Посмотрим. Так. Надо это замочек там. Ну, замок приделан. Да, у меня такие ножницы нашла. Боже страшные. Не знаю, все куда-то утащили. У меня все ножницы там, но кто-то зачем-то куда-то тащит. Все, открылась. Так. Мне сумочка нравится ее. Ну, косметичка там все, что-то можно ставить. В ванной там, бутылочки. В общем, такое. От Дуглас. Шауа гель. И такой вот шауа гель от Дуглас у нас есть. Ой, какой красивый. Прозрачный цвет, да? Такой. Нет, тут надо открывать оно это самое. Ну, чтобы помыться, да? Как его открыть-то? Я как всегда ничего не могу. В общем, я открыла. Пахнет так себе. Немножко ягодно. Тут можно нажать, и вот так вот оно будет литься. Кнопочка. Тут нарисованы нагрелак, помада, в общем, все такое, да? Sweet Winter. Сладкая зима. Потом еще этот самый Body Lotion. И тут такие пряничные человечки, короче. Вот такие, да? Сейчас не вижу, если показываю там виды, не видно. Ну, такие штуки две. И тут еще у нас есть, о, вот эта штучка, чтобы помыться. Ну, прям очень маленькая. И еще крем есть, девушки. Ой, Sweet Winter Body Scrub. Вот такой вот Body Scrub. Такой вот Body Scrub. Ммм, такой, да? Сейчас посмотрим. Что там за скраб? Ой, он вот такой весь зернистый. Пахнет тоже нежненько. Ну, классно. Окей. Все. Больше ничего нет. В общем, Body Scrub, Body Lotion и шауа гель. Помыться, да? Это очень даже, очень даже. И такой бантик, и тут Дуглас, и вообще, да? Ну, ладно. Ну, ладно, я только сейчас открыл. Потому что мне не до этого было. Так, теперь. На голове все еще голова. На голове все еще голова. Я хотела сказать, на голове у меня все еще эта шапка. Но голова, слава богу, тоже. Так. Теперь. Еще мне подарили, вот не ожидала. Потому что я сказала, я не хочу. Я вообще, у меня нет, понимаете, у меня нет желания получать парфюмы. Никаких. У меня вообще, я так себя спросила. У меня вот есть в этом году желания на парфюм, нет. У меня были какие-то желания еще. А тут вообще никакого нет. Ну, в общем, и мне подарили вот такой парфюм, да? Да. Я тоже еще не распаковала, потому что тоже не до этого было. Парфюм от Джордан. У нас есть один парфюм от Джордан. Я его Аминке подарила. И я его тоже несколько раз пользовалась. В общем, он мне понравился. Ну, я его, я и не часто пользуюсь. Он, конечно, он самый лучший. У меня подруга тут купила. Этот я не знаю, как пахнет. Этот опять новый. Флорал. Фруйти унвуди. Эскапа от экзотик. Короче, это какая-то экзотика. Мне такой подарили. Тут прям такие, знаете, ангельские крылышки. Тут еще что-то есть. Это что такое? Лип-бальзам. Еще они все запаковали так, что прозрачно. Раньше запаковывали иначе, чем и прозрачно. Раньше было такое типичное, да? Голубое. Так. Раскрываем. Не знаю, как пахнет. Но тот сиреневый, который я показывала в прошлый раз. И который раньше тоже показывала. Вот я у меня в видео, где мы с... Я, Миньки, там, парфюмы мы сама вдвоем делали летом. В общем, он мне очень нравится. Я его Миньке подарила. Мне он очень нравится. Но, я, знаете, я не любитель каждый день парфюмами пользоваться. Я вообще, я их забываю. Это честно. У меня иногда бывает находит, что я пользуюсь, но не часто. Вот Аминька, да. Вот такое мне нравится. Безделушка, да? Я такая... Куда-нибудь, куда-нибудь повешу на вазу, да? Я такое люблю. Безделушки. Так. Теперь. Парфюмчик такой. Сейчас откроем. Посмотрим, какой он. Поэтому у меня в этом году никаких парфюмных желаний не было, честно говоря. Но тот парфюм, у него была такая ножка, да, видели? Ну, так как коробка, да, у сиреневой. Это просто вот так в коробочке. И вот он такой интересный, розовый, девушке. Сейчас покажу. Вот какой он розовенький, да? Видно, что он такой розовенький. С таким переходом. Ой. Свистит и скрипит. Как его открыть-то? Что он не хочет? Может, его... В общем, вот, оторвалось. Оторвалось. Как его открыть-то? Все. Открыли. Что-то я его, видимо, открутила тут. Да, оторвалось. Вот тут оно было приклеено. А я вот так, поэтому засвистела. Ну, ладно. Ума нет, да? Пиши, пропало. Так, посмотрим, как он пахнет. Нежненько. Цветочно. Фруктово. Немножко джумель. Ну, не особо сладко. Нежно. Мне нравится. Мне подарили. Я рада, да? Я рада, что мы съездили в Ленинград. Эскапад экзотик. Ну, так как он уже светлый, это ясно. И вы знаете, что? А Минке он больше подойдет. Она любит розовые. Ой, не могу. Не, без умысла. Так. Она все от имени папы покупает, да? Потому что он вообще в эти дела не лезет. Он говорит, вот, купи там, что, сама знаешь. Я не знаю, что. Я вообще, знаете, я не человек, который от кого-то чего-то ожидает. Мы из Союза, мы такими не были. Меркантильными. Но мы такими стали. Мы такими стали. Шопоголиками. Так. Меркантильной я не была. Ну, мне нравится шопиться. Я, знаете, я все люблю за свое. То есть, когда мы тоже женились, поженились, да? Мы жили вместе уже. Но у меня первое время, я тоже жила тут. У меня первое время я не работала, ничего. Я всегда считала, что это его деньги. Мне просто неудобно было. Я вообще никогда ничего не ожидала. Думала, буду работать, тогда буду себе покупать. Вот такими мы были, да? Дуглас Эссенциалс. И потом, вот, вы знаете, я такой человек, что я даже день рождения не справляю. Я ничего не ожидаю, понимаете? Я так привыкла. Если мне что-то подарили, это хорошо. Но если мне ничего не подарили, я все равно довольная. Потому что я сама себе все равно всякую кучу безделушек, но покупаю, понимаете? Поэтому мне такая безразница. У меня от этого нет такого. Тем более мне столько лет, я как черепаха тратила, да? Мне уже это все равно. Это просто вот как шопинг. Теперь. Ну, тому, кто дарит, это радость, понимаете? Поэтому я радуюсь, конечно, я радуюсь. Но я никогда ничего не ожидаю. Мне кажется, секрет счастья в том, что мы ничего не ожидаем ни от кого. Понимаете? Оно в нас. У нас каждый день благодарны, и все. Я опять поехала на эту тему, да? Ну, это вот так. Поэтому тут у нас липбальм, да? Липс, липбальм, дематологишки, тестит. Шея бута, шея бута. Открываться не открывается. Что-то все заклеено, да? Ага, вот тут где-то. Невидимо, невидимо приклеено. Ой, шея бута я обожаю. Я же покупала липбальм с шея бута. Ничем не пахнет, девушки. На губах у меня уже помада. Очень такой, очень. Ну, шея бута, это хорошо бута. Масло шеи, да? Очень классное. Хорошее. Вообще ничем не пахнет. Вот такой. Сейчас покажу поближе, да? Я уже посмотрела там, что там у нас такое. Вот так вот. Вот такое. Сама не вижу, видно, не видно. Вот. Это, наверное, были мои подарочки. Я все не показала. Тут у нас еще это самое PlayStation. Такой игру за большие деньги, которые мне не нужны. Это они себе сами все подарили. Народ такой у нас, да? Сами себе все подарили. И всякие такие там игры. Я это все показывать не буду. Но PlayStation меня вообще уморил. И мне подарили два матраса. Девушки. Я вот там засняла его, да? Это у меня подарок на Новый год. Два матраса, блин. Я летом. Я летом ныла, что мне нужны матрасы. У нас такие матрасы. У них там зимняя сторона, летняя сторона. Я, значит, меняла, лето меняла. Я говорю, что они уже это самое, их надо выбрасывать. Поменять надо. Я говорю, закажите матрасы, потому что это самое. Или купите. Если где есть это самое. Ну, там уцененные, они дорогие. А вот, и знаете, мне сейчас на Рождество, да, мне матрасы прислали. А тут-то матрасы. Девушкин кот. Я такой человек, который никогда не любит что-то хозяйственное получать. Для меня это ужас, если мне кастрюлю подарят. Это что мне потом, с кастрюли на кухне стоять? Не дай бог, да. Я сама себе куплю, саму дешевую кастрюлю, в ней поварю с радостью. Ну, мне жалко просто на нее денег. И вообще мне неохота кастрюли, да. И матрасы тоже. Он так хохотал, на день рождения, говорю, это на Рождество матрасы мне подарили. Он же говорит, вот тебе матрасы. Я говорю, а ты спать на них не будешь? Я что ли на двух буду спать? Такой, знаете, метод, да, деньги потратил с умом и сэкономил. Сам за них спать будет, да. В общем, мне матрас подарили. Так, девушки, все, да. На этом добрым слове, я не знаю, может, книжки там еще какие-то, да. Это самое вот. Книжка, да, такая вот. Я не знаю, что такое. Ее шейн, реваль, роман, роман. Она принцесса из Купе Эстсайд. Это где-то в Америке. Он сын какой-то этой самой уборщицы там. И их любовь не имела с самого начала шанса. В общем, она богата, он бедный. Ну, вот о чем все-таки, знаете, капиталистические истории крутятся. Сейчас они и в России крутятся, и в Украине. Знаете, я имею в виду, что во всем этом русскоговорящем там все такие же истории, но не знаю, что к чему. И наши дети это глотают, да. Это Ашенпутль-гешиhte, как сказать. История бела... Как Ашенпутль по-русски? Блин, Ашенпутль. Сейчас под Рождество смотрели. Три орешка для Золушки. Золушка! Золушка! Вот история Золушки, да. Спигель-бестселлер-ауторин. В общем, übersetzt von Патрицией Войтельник. В общем, у вас это самое... Страсть будет потом эту книгу постоянно читать хочется. Кто будет читать, не сможет эту книгу отложить. Девушке придется ее читать. Ну, тогда я тоже почитаю. Вот. Еще книжку покажу под конец. Я вообще вам все книги не показываю. Киаминка покупает. Очень часто хотела. У нее там эти полки растут, да. Я не все показываю, потому что до этого я не дохожу. Не дохожу. Вот. Она сама себе ее подарила. Я ей хотела книжку подарить. Я три раза в руке держала и не купила. Думаю, вот мать дожила. Дочери книги... Знаете почему? Потому что она каждую неделю книги домой тащит. И она же не покупает там за 3,99. Она покупает за 20. За... Евро, понимаете? А я же такой человек. Мне еще и книжку надо подешевле. Вот. Теперь. Все показала, да? Все показала, девушке. Все показала. Если что-то в другом где-то осталось, еще не покажу, да. Еще не показала. Все, да? Плейстейшн показывать не буду. Там видео показала. Они его глав... Они Плейстейшн, да, взяли, уже вчера распаковали. Пока я подарки тут снимала, да, они уже его раскрыли и уже это самое туда засунули и сидели как эти... Смотрели. Ладно, мне все равно, да? Мне все равно. А, кстати, я на это в Рождество открыла свои носочки. И у меня... Нашла я свой рогатый скот. Вот один носок был рогатый. Все-таки у меня половинки же не было. Там как два, да, таких. На двух. Было там, наконец. Был этот тоже. И вот на Новый год у меня были два носка. Вот такие, знаете. Merry Christmas носки. Тут написано Merry Christmas. И так с серебром, да? Так здорово. Я уже ношу одни из тех носков. Красные тут на ногах. И все, девушки. Ой, все, я уже это... Готова. К труту я броню. Готовы, готовы я. Я все сняла. Всем прекрасного Рождества. Я вам всем уже надоела. Показала все хоть что. Я вам покажу еще этот самый. Покажу, да покажу. Майбелин, да? Майбелин. Что там в Майбелинчике? Ну и потом. Я все не сделаю. Мне, знаете, мне хотелось просто отдохнуть. Минке тоже. Минка вообще у нас... Пришла тоже домой. 14 часов. Ну, после 14 часов приехала в этом. Первый день Рождественский. Сидим мы за столом, значит, едим. И она тоже такая вся... Уже прям плакать начала. Я говорю, ты что? Она говорит, вот, я все хотела это, хотела то. Я говорю, Амина, а что хотела, хотела. Как есть, так и есть. Вот ты, говорю, стрессовала просто, все тебе хотелось так перфектно. Она молодая, я все хочет так, знаете, перфектно, перфектно. А вы знаете, я говорю, ну вот есть перфект, в общем. Как есть, сс-с, да, как будет, так и будет, так и это самое. А то, говорю, это самое. Тут я, в общем, ее успокоила и все, и мы дальше ели. Понимаете, с одной стороны, ей нравится это все такое, но это... Когда ожидания такие, знаете, надо вот это планировать, это планировать. Я стараюсь не планировать. Я вообще не планирую. А она еще в том модусе, в котором я раньше была. Для человека, который не планирует. Как есть, так есть. Знаете, есть хорошо. Нет, тоже хорошо. Самое главное, чтобы у нас было хорошее настроение от самих себя. А не от вещей, а не от чего-то. Если оно есть, хорошо. Если не хорошо, мы его сами себе купим. Если нам вообще надо, а может оно не надо. Кстати, с подарками вот так, да. У нас раньше, когда мы приехали, когда я тут с мужем жила, с его семьей и тому подобное, и они дарили кучу, кучу, кучу девушке. Ну, просто кучу подарков. И когда у нас это самое было Рождество, да, и мы тут так, короче, ездили к ним и привозили все это, все это делились, и наши увозили, и их не привозили. В общем, у нас тут была вся комната забитая. Кресло все, диван, все было заварено. Меня это каждый раз вот так вот убивало столько много. И знаете, многие вещи, которые тебе вообще не нужны. И это вообще так вот это было. И знаете, когда мы что-то дарили, да, они этого тоже не хотели, ты даришь там не то, что им надо, потому что мы разные люди, да. Там я, например, дарю какой-то фондю, они никогда на нем не готовят, он у них там в подвале лежит. Или я им такой раклет дарю, которого у нас у самих не было, а они им не готовят. Или дарю там какой-то полушубок пушистый такой, ну вот как, жилет 99 там. Дэймарк, раньше это 90-е годы было, да. Они его не носят, потому что они думают, что это вот для дам таких очень модных, а мы такие немодные, короче. И вот так вот. И, в общем, мы друг друга не понимали. Они мне дарили вещи, которые для меня были китчем, я их тоже не хотела, в общем, я их тоже в подвал клала. И так я это, знаете, маялась, наверное, лет 10, не знаю, не помню, что сколько лет, потом до меня дошло, я говорю, все, я больше не хочу, давайте, я говорю, это самое, не будем друг другу ничего дарить. Он говорит, вам им деньги и все. А нам, говорю, вообще ничего не надо. Они, наверное, пытались так тоже. Ну вот, и все. Мы поздравляем, у нас отношения вообще очень хорошие, но мамы уже нет. Потом у нас такие, знаете, отношения были хорошие, но вот с этими подарками это было очень, очень, очень сложно. Понимаете? Потому что, ой, немцы, они вообще любят прямо собирать, собирать весь год. Они столько всего насобирают, что потом это самое. А я всегда last minute. Я вообще никогда не парюсь, я в последний момент поесть куплю, если будет, ладно. Если еще уценено, еще хорошо. И весит так же. Вот где увижу, но по пути, там возьму, и все. И все. Это просто вот суфаль. Я никогда не хожу специально, там, подарки покупаю. Это я все в последний день, да, если что-то куплю. А если что-то не купили, я говорю, ничего, мы купим после. И оно еще будет дешевле, потому что сейчас все равно все уценю. Вот и все. То есть я не делаю из этого стресса. И никому не советую. Вот. Так. Понимаете? А кучу подарков дарить, это, вы знаете, это просто дело неблагодарное. Кстати, они так привыкли, да, они говорят, вот так хорошо, что мы, говорит, это перестали делать, потому что их, они сами, вы знаете, они покупают, покупают, и сами ругаются. И так же на день рождения. У них для них это стресс, понимаете? Есть ли у всех стресс? Почему они так живут годами? Стресс надо for mine, for mine. А вот, если уж что-то делать, так поэтому среди своих, я говорю, вы там дарите, там вы знаете, кому что надо. И мы тоже. А так мы же ничего не знаем, кому что надо. У всех свои вкусы, свои привычки. Мы же не варимся в этом котле. Мы не знаем их, это самое. Вот. Может, тем более. Он только на меня все это вешал, иди там купи, да. А я откуда знаю, кому что надо. Он сам не знает. Но это было давно, это было 90-е годы. Вот, девушки. Все, рассказала все, да? Что еще? Всех люблю, всех целую. Всем прекрасного Рождества последнего дня, последнего дня. Вкушайте, я этот видос постараюсь еще выставить, чтобы он еще до вас дошел. Кому надо, кому не надо, кто посмотрит, кто не посмотрит. Все. И у меня еще будет хаунэн, да? Покажу еще, да? Еще этот самый. Мешочек-то. Стоит все еще так. Я грозила, что последний, я потом какой-то пустой холодильник вам показывала. У нас так, у нас еще в обед, в основные дни еще пустее бывает. Так, пустее бывает, потому что, знаете, то купишь, набьешь, то опять не купишь, то никто не успеет, то главное, чтобы была колбаса и сыр, и хлеб. Это для немцев святое. Некоторые неделями ничего не готовят. Так. Вот. Булки едят, да? Или на работе едят, или в кафе едят. Так. Всех люблю, и всех целую. Всех прекрасного. Всем прекрасного, прекрасного времяпровождения. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой кота. Свечку даже не зажгла, да? Ну все. Ну, да у нас еще постоит, да, она еще пусть прогорит. Знаете, как хорошо? Вот когда эти свечи горят, да? Это так хорошо. Утром, завтраком, вечером, это такое хорошее чувство. Я еще и на Новый год вставляю, чтобы тут горело. Пока они прогорят, все выкинули. Ну, они уже начали бежать, наверное, вот это уже вся уже выливается, понимаете? Вот ее уже не зажигать. Остальные еще можно. Люблю всех и целую. Вы мою болтовню не слушайте. Я могу много болтать, да? Я могу много болтать. Любви всем и сметаны, и прекрасного Рождества. Шапку-то сниму сегодня, нет? Не хочу позориться. Не хочу позориться. Наверное, страшно. Ну ладно, так. Пусть все будет под шапкой. Пока. Всех люблю, всех целую. Пусть все будет.